Слава Богу! Слава Иисусу Христу нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю из города Красноярска. Я, архиепископ Сергей Жавлев, предстоятель Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, всех вас приветствую и благоставляю именем Господнем. И в день Пятидесятницы, мне хотелось бы продолжать тему, именно праздничную тему, говорить о заповеди Господня, потому что в день Пятидесятницы мы вспоминать должны и вспоминаем не только тот благословенный день, благословеннейший, счастливейший день, когда Дух Святой сошел на апостолов, на Первую Церковь, человек 120 было то собрание, очень небольшое, но с этого ручейка родилась огромная река христианства, слава Богу! Но мы должны вспомнить также и самый первый день Пятидесятницы, тот самый первый в истории цивилизации, праздник Пятидесятницы, тот благословенный день, когда вчерашних рабов Бог, выведя из Египта, Он привел их к горе и дал святые заповеди. И вот, это двадцатая глава книги Исход, говорится следующее. Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли Египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов при лицом Моим. Аминь. Вот это первая заповедь, и это заповедь, которая есть во всех наших Библиях. Это заповедь, записанная, я напоминаю, в двадцатой главе книги Исход, пожалуйста, вы прочтите это у себя в своей Библии, откройте, пожалуйста, поинтересуйтесь, почитайте, поразмышляйте. Это потому что важнейшее, наиважнейшее. Любить Бога, это наиважнейшее просто во всей Библии. И как мы можем любить Бога, если мы не будем знать Его заповеди? Мы должны знать эти заповеди и исполнять их. И, к сожалению, скажу как священнослужитель христианский, и как реформатор православный, что мы, христиане, к сожалению, и в том числе и эту первую заповедь очень часто нарушаем. Нарушали, нарушаем. И я очень и пред Богом каюсь, и перед вами прошу прощения за нарушения эти. И очень хочу, как проповедник сегодня и пользуюсь этим случаем, наставить всех вас, дорогие друзья, именно только лишь Господу Богу поклоняться, и только лишь Ему одному служить, как сказано было самим Иисусом Христом в 10 стихе, 4 главе Евангелия от Матфея. «Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». Вот так очень четко и ясно выражена была идея первой заповеди самим Иисусом Христом, она была выражена. И верующие должны только лишь Господу Богу поклоняться. И сам Иисус еще сказал в 4 главе уже от Иоанна Евангелия, что Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и в истине. И Отец Небесный ищет в себе таких поклонников. К сожалению, в историческом христианстве очень такое грубейшее нарушение вот этой первой заповеди выражается в культе святых, как якобы дополнительных посредников к Богу. Сегодня миллионы и миллионы христиан, к сожалению, вынуждены констатировать факт, обманутые многовековой религиозно-ложной пропагандой продолжают молиться к Матери Иисуса Христа Марии и к другим умершим святым и к ангелам, наивно полагая, что это есть посредники к Богу. На самом деле в Новом Завете указано четко и ясно 1 Тимофею 2 глава 5 стихом, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Кто это? Прочтите, пожалуйста, 1 Тимофею 2.5. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. И дальше, кто? Кого мы почитаем посредником? Написано, человек Христос Иисус. А в начале 6 стиха, предавший себя для искупления всех. И тебя и меня за наше искупление был предан Иисус Христос. Он предал себя за искупление всех. И только лишь Он один за всех и все за одного. Запомните, только один посредник Иисус Христос, только один первосвященник, только один ходатай Нового Завета. И я просто умоляю моих братьев и сестер, православных христиан, которые ходят в традиционные православные храмы, нереформаторские. Пожалуйста, почитайте Библию, поразмышляйте. И мой вам совет, пожалуйста, не молитесь больше ни к Богородице, ни к другим умершим святым, ни к ангелам. А только лишь Господу Богу поклоняйтесь. Только лишь Ему служите. Молитесь, как Иисус говорил, Отче наш, Отец наш. Обращайтесь к Небесному Отцу, к Богу Святому. Обращайтесь во имя Иисуса Христа. И это есть действительно благочестие, настоящая молитва, настоящее обращение. Не профанация, знаете ли, не обман, не оккультизм. Многобожий это большой грех. Израиль в своей истории, еврейский народ, Божий народ, в своей истории очень много выстрадал, знаете ли, из-за нарушения этих заповедей. И в частности, из-за нарушения первой, самой первой заповеди. Знаете ли, самой основной заповеди. И, к сожалению, историческое христианство наступило на те же самые грабли, что и народ Израиля. И народ еврейский, одно время в истории, мы это читаем в Библии, в книгах царств, в книгах Паралепа Минон, мы читаем, как начинали отступать от Бога. Не забывая, конечно, они помнили Игова, они помнили Яхвы, помнили Создателя, Бог Авраама Исаака Якова. Но они начинали молиться Астарта, Валам и прочим богам окружавших их народов. И это разрушало Израиль изнутри, это приносило проклятие. И храм был разрушен, мы знаем, и было рабство очередное. И на своей шкуре, можно грубо говоря, Израиль испытал все мнимые прелести многобожие. И христианство историческое за тысячелетнюю такую историю, знаете ли, двухтысячелетний опыт, тоже на своей шкуре, простите, тоже испытало все мнимые прелести многобожие. Всевозможные проклятия. И сегодня, и здесь в России мы видим всевозможные проклятия. И главным здесь, я так считаю, на основании Слова Божьего, считаю, не просто во мнении, а на основании Слова Божьего, что мы нарушаем заповеди Божьи. И первых, в самом начале, нарушаем даже самую первую заповедь, самую основную, не говоря уже про все остальные. Но в самом начале мы должны исправиться, мы должны измениться и вот просто покаяться, попросить у Бога прощения. Я считаю, что мы должны попросить прощения, потому что мы нарушаем, действительно, мы согрешили, и особенно мы священнослужители. Я, как православный священнослужитель, имея опыт уже более чем 25-летнего служения в православной церкви, Первые годы я служил не в реформаторском православии, я служил в самом обыкновенном, традиционном православном храме Московского париархата. И в начале 88-го года начинал свое служение в Московском париархате, а затем был чтецом, диаконом, в 91-м году стал священником уже. И до 96-го года служил на приходах русской православной церкви в Рязани, в Рязанской области и в Брянской области. И вот в 96-м году я покаялся, обращаясь к Слову Божьему, я покаялся в многобожии в том числе. Во многих грехах покаялся, но в основном это было покаяние в многобожии. Я, читая Библию, Бог мне тогда возвратил Библию, по сути, потому что это было действительно чудом, возвращение к Библии, к Слову Божьему. И я сказал тогда, обращаясь к всемогущему Создателю своему, сказал к Отцу Небесному, «Безопаснее для меня доверять Твоему Слову». Слишком много разных учений и в моей церкви, и в моей конфессии, много непонятных учений, противоречивых, друг другу противоречащих. Но безопаснее доверять Твоему Слову. И с того времени, знаете ли, пришли большие перемены. И самая большая, вот на поверхности лежащая перемена, которая произошла в моей жизни тогда, в 96-м году, и что сделала меня реформатором, и до сих пор я, именно как реформатор, я так и дружусь, это то, что я перестан тогда молиться к Богородице, к другим умершим святым. Я подумал, зачем, для чего, зачем я ищу каких-то посредников Богу, для чего я ломаю голову порой над вопросом, какому святому мне в какой нужде молиться, если есть уже ответ Божий, самого Создателя всемогущего. Ответ заключается в следующем. Только лишь Ему поклоняйся, только лишь Ему служи. Все. Я Господь Бог Твой, Он сказал, Который выбрал Тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у Тебя других богов про лицо Моим. И эта первая заповедь, она очень проста и ясна, но, к сожалению, вот эта самая простая заповедь, казалось бы, мы очень умудрились сделать непростой и нарушать ее умудрились многократно, многообразно. Пусть Господь помилует нас, как церковь, и особенно нас, священнослужители, потому что, ну, есть такая мудрость русская, знаете ли, в России поговорка такая есть, «Каков поп, таков приход». И если, ударе записано там в поговорках русского народа, «Если поп молится сиди, прихожане молятся лежа». И действительно, если священники, если мы, священнослужители, забыли эти истины, знаете ли, если мы молимся и поклоняемся, действительно, ну, как бы, очень творению, а не творцу, то что же ждать от наших прихожан? Из практики мы видим, что они заходят еще дальше, они идут еще дальше, кто в лес, кто подрова, что называется, по другой пословице. И сегодня пришло время Великой Ревизии Церкви, сегодня пришло время покаяться, потому что придет Господь Иисус Христос, как Великий Ревизор, придет Господь, и чтобы не была такая немая глупая сцена, нужно сейчас покаяться во имя Иисуса Христа, пусть Бог благоставит всех вас, возлюбленные братья и сестры, и скажем так, Бог Святой, прости меня, прости меня во имя Иисуса Христа, «Я каюсь во всех своих рехах, и отрекаюсь от многобожия, если вы молились святым умершим, скажите, я отрекаюсь, и я больше не буду никому молиться, только лишь в тебе, Господь». Аминь. Пусть Бог благоставит вас.